Доброе утро, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Решите представить вам доклад на тему, посвященную эндопротезированию тазобедренного сустава при обширных поражениях проксимального отдела бедренной кости. На сегодняшний день стоит отметить, что по данным литературы проксимальный отдел бедренной кости занимает третье место по встречаемости среди первичных опухолей и также второе место для метастатического поражения костей скелета. Методом выбора орган-сохраняющей хирургии на сегодняшний день является эндопротезирование тазобедренного сустава. Так, по данным литературы, общий процент осложнений, приходящихся на эту локализацию, который приводит к потере импланта, составляет 16%. Стоит отметить, что это самый низкий процент относительно других локализаций. Но, тем не менее, сохраняются актуальные вопросы. Повышение сроков службы используемых имплантов и сохранение функции, восстановление функции и оптимизация её. На данном слайде представлено распределение осложнений согласно классификации осложнений Хендерсона для данной локализации. Таким образом, можно отметить, что существуют механические и немеханические осложнения. Соответственно, немеханические – это инфекция и прогрессирование опухоли. На сегодняшний день нет оптимального импланта, который мог бы как-то повлиять на это. Соответственно, посредством установки того или иного видов импланта мы можем повлиять только на механические осложнения. Соответственно, самым распространённым механическим осложнением является проблема с мягкими тканями, то есть это вывих тазобедренного сустава в раннем послеоперационном периоде. Целью нашего исследования было провести ретроспективный анализ результатов использования различных ортопедических конструкций, соответственно, у данной категории больных. Все пациенты были предварительно подробно осмотрены, был произведён онкологический поиск, сбор онкологического анамнеза, подробное обследование. И, соответственно, в тех случаях, когда речь шла о пациентах с метастатическим поражением, всегда производилась прогностическая оценка выживаемости на предмет выполнения более радикальной операции, то есть удаления опухолево-метастатического очага. Нами были введены критерии включения и исключения для того, чтобы оптимизировать группу пациентов и выявить механические осложнения. Критериями включения были уровни резекции более 7 см от центра ротации, проведённый комплексный анализ результатов в сроке не менее 18 месяцев после операции и первично-оперативное вмешательство. Критериями исключения стали смерть пациента после операции в период до 18 месяцев, невозможность адекватно оценить функциональный результат и рентгенологический результат ввиду прогрессирования основной патологии, локальный рецидив опухоли и инфекционное осложнение, соответственно, осложнение четвёртого и пятого типов. Таким образом, сформировалась группа исследуемых из 54 пациентов, прооперированным в нашем отделении с 2000 по 2015 год, средний возраст составил 46 лет, распределение по полу представлено. Бедренные компоненты использовались модульные онкологические системы и ревизионные эндопротезы. Вертлужный компонент, биполярные головки, тотальные стандартные с диаметром головки 32-36 мм и компоненты с двойной мобильностью. Величина резекции в среднем составила 15 см. Использовались ножки цементной, без цементной фиксации, в зависимости от, соответственно, нозологической патологии, при метастатическом поражении исключительно цементной фиксации и, соответственно, от возраста пациента из состояния кости. Динамическое наблюдение производилось в течение каждые 6 месяцев, в течение всего срока наблюдения. Соответственно, в данной группе, как минимум, это было 18 месяцев после операции. Представлены пациенты по нозологии. В основном это были метастатические поражения, гигантоклеечная опухоль хондросаркома и опухолевидные заболевания, новоризмальная костная киста и распространённая фиброзная дисплазия. На данном слайде представлены, соответственно, импланты. В зависимости от использования ревизионные либо модульные онкологические импланты и вертлужный компонент. Ретроспективный анализ показал, что группы примерно в равном количестве распределились. Из осложнений мы встретили у данной группы пациентов асептическую нестабильность при использовании ревизионного импланта без цементной фиксации, которая развилась через год после операции. Величина резекции от центра ротации была 10 сантиметров. Данному пациенту через год было выполнено ревизионное оперативное вмешательство в объёме реэндопротезирования с использованием онкологической модульной системы. Также стоит отметить, что у данного пациента в раннем послеоперационном периоде из-за нарушения режима через две недели после проведённого оперативного вылечения накануне выписки произошёл вывих эндопротезы, который мы не смогли устранить закрыто и пришлось его ревизовать ещё до выписки. Разрушение имплантов не было выявлено ни у одного из пациентов. Возвращаясь к самому частому осложнению к выехам, стоит отметить, что в раннем послеоперационном периоде от двух недель до двух месяцев вывихи были отмечены в пяти случаях, что составило 26% при тотальном эндопротезировании. То есть у пациентов, где мы использовали тотальные эндопротезы со стандартными головками, диаметр которых был 32 и 36 мм, мы отметили вывихи в 26% случаев. Соответственно, закрыто вправлению удалось только у одного пациента, все остальные пришлось вправлять открыто. И при использовании прочих вертлужных компонентов, то есть биполярных и двойной мобильности, вывихов мы не наблюдали. В более отдаленных сроках мы наблюдали при использовании биполярных эндопротезов вторичное проявление вторичного коксартроза. Это проявлялось болевым синдромом, ограничением функции движения. Пациенты ввиду выраженного болевого синдрома и компенсированного основного онкологического заболевания настаивали на ревизионном оперативном вмешательстве. Соответственно, данное явление мы наблюдали в сроке от 3 до 5 лет. Количество наблюдений составило 3, что составило 17% от общего количества биполярных эндопротезов. Ревизионное оперативное вмешательство мы смогли оценить через 6 месяцев после операции. Стоит отметить, что болевой синдром снизился, но не отсутствовал полностью, и по шкале МСТС наш результат был ближе к удовлетворительному. Функциональный результат был отслежен у всех пациентов. Также мы решили отследить его не только по шкале МСТС, но и по шкале, используемой для отслеживания функции для ортопедических пациентов в шкале ХАРИС. И стоит отметить, что все данные конструкции, то есть любой вертлужный компонент, биполяр, тотальный, стандартный или двойной мобильностью, показал хороший функциональный результат по шкале МСТС, но однако по шкале ХАРИСа биполярные эндопротезы показали результат ближе к удовлетворительному. Стоит отметить, что данные исследования на сегодняшний день еще в разработке, и у нас пока не подведена серьезная статистическая база под это, и проспективная группа с вертлужным компонентом двойной мобильности еще в стадии анализа и набора материала. Однако данные, которые мы успели получить, дают возможность сделать выводы, что восстановление функции тазобедренного стаула путем эндопротезирования дает возможность проводить раннюю реабилитацию пациента, максимально приближенной к дооперационной функции сустава. Отдаленные функциональные результаты не зависят от выбора бедренного компонента, но определяется позитивный баланс в пользу новых технологий, таких как двойная мобильность. И применение дополнительных средств фиксации мышечного аппарата зачастую влияет на раннюю реабилитацию в позитивную сторону, соответственно, в этом, наверное, есть позитивный момент и направление к развитию применения данной технологии. Спасибо за внимание.